Когда говорят о Якутии, обычно вспоминают бескрайние просторы, трескучие морозы, оленей. В наших поездках по Якутии экзотики тоже хватало, но, слушая людей и записывая их, мы все глубже осознавали, что сегодня самое важное рассказать о тех социальных и экономических процессах, которые происходят на севере в наши дни. О том, как Якуты, Эвенки, Юкагиры вместе с великим русским народом преобразуют суровый северный край. Когда два Якута встречаются в пути, они говорят друг другу «кэпсе». «Кэпсе» — это «Здравствуй» и «Расскажи новости», «Расскажи о себе». Вот и мы говорим «Кэпсе», Якутия, рассказывай. «Кэпсе»евская «Расскажи» «Кэпсе» — это «Кэпс» и «Кэпс» и «Кэпс». Субтитры создавал DimaTorzok 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 С распевных рассказов бабушки о том, как жилось за гранью старинных лет На спине древней поры, на склоне прошлых времен Край света для этих ребят — центр их жизни Куда из неведомых дали приходят белые корабли Но настанет пора, и дети покинут свой дом На большой земле ждет их школа Субтитры создавал DimaTorzok И уже в первом полете раскроется перед ними вовсю ширь родная земля — Якутия Страна, где на каждого жителя приходится по одному озеру И необъятная тайга — сестра великого моря Взглянешь на южную сторону Там, словно жеребцы вздыбленные, скалы стоят На восток посмотришь — там черный лес Подобно шерсти на загривке зверя-соболя стоит Охватишь взором северную сторону Там, словно быки беломордые, ледяные скалы взгромождены Приглядишься к западной стороне Там восьми проточное море река Величаво шумит, гремит валами С просторами необъятными С полями чистыми, вольготными С лугами зелеными, сочными С травой, как грива кобылицы трехлетки Есть такая страна, оказывается Площадь Якутии занимает одну седьмую часть территории СССР Почти две трети территории Западной Европы На просторах Якутии уместились бы многие государства Франция, Австрия, Фергл, Италия, Швеция, Англия, Финляндия, Греция Безграничен мир познания Необъятна земля Там, за лесами и озерами Другие страны С диковинной природой Невиданными животными Любознательность развивает смелость мышления и остроту ума Таково мнение учителя Андреева Многолетними трудами которого Создан этот школьный музей В глубинном якутском селе Даже не очень старые люди в Якутии Помнят, как шарахались крестьяне от первых тракторов на селе Сегодня Республика вовлечена в бурный поток научно-технической революции И по зарез требуются инженеры, строители, физики И вот еще одна сельская школа Диспут по теории относительности Если она еще тогда получит Да Вы же не запрещены Вот, правильно, правильно Вот я, например, на Казахстане Как я могу заметить, что У меня время, например, вот так вот замедлилось Например, у меня идут время Идет по часам, так же, как и горно в динаме И вот, например, по завтраку, по утрам Например, 8 часов Но если время замедлило, то я могу и через час проголодаться Как это поменять? Здесь у нас положитель скорость двух карабель Диспут ведет учитель Михаил Андреевич Алексеев Я рядовым учителем работаю уже 30 лет И моими учениками являются преимущественно сельские дети Дети рядовых полковников Много видел талантов в середине Одаренные математики, физики, химики, конструкторы 7 лет тому назад в нашей школе имени Сидора Барахова Появился один необычный класс классик С углубленным изучением физики и математики Воспитинге наших физико-математистских классов Преимущественно поступают в такие вузы, как Новосибирский, Московский, Ленинградский, Томовский университеты Московский физико-технический институт Московский высшее техническое учительство имени Баумана Московский энерготический институт И эти ребята в скором будущем будут возвращаться на свою родную семью И будут участвовать в решении сотни проблем, которые ожидает их Между прочим, Иван Николаев тоже ученик Алексеева Он и многие другие молодые ученые Работают в Институте космофизических исследований и аэрономии Создал институт и возглавляет его доктор физико-математических наук Юрий Георгиевич Шафер Наш институт, как и подобные ему другие учреждения в Советском Союзе Характерны разбросностью своих подразделений научных Различные лаборатории расположены в некоторых тайге Например, в лаборатории полярных сияния В лаборатории широкоатмосферных ливней Расположено в 50 километрах города Якутска В лаборатории геомагнетизма и иносферы Все это загрозные лаборатории не в одном месте Лаборатория космических исследований ведет наблюдения За излучениями в околоземном пространстве на спутниках и ракетах Вот перед вами один из приборов, при помощи которого Мы постоянно почти ведем эти наблюдения на различных спутниках Уже около десятка спутников у нас вооружены были такими приборами И мы всегда, нас считает, что такой метод наблюдения непроземный Позволяет нам предсказывать даже, может быть, опасность радиационной в космосе для космонавтов Наконец у нас есть такая далекая лаборатория Как лаборатория на побережье Ледовитого океана Ктикси Которая вообще приближена К различным авароральным явлениям Находится в зоне, где наиболее частые полярные сияния Этот коллектив действительно героически проводит свою работу в полевых почти условиях В условиях полярной ночи, где бушует ветер, очень сильные ураганы Этих людей влечет вот эти белые пятна в науке, а они работают с большой самотверженностью В древних преданиях якуты делили вселенную на верхние, средние и нижние миры Народ по-своему предвидел, что когда-нибудь смело ворвутся люди в верхний мир В космос, в небо, чтобы прекраснее сделать жизнь в своем среднем мире Субтитры создавал DimaTorzok Да, зима длится здесь 8 месяцев, а под слоем почвы залегают вечные льды Мало кто знает, однако, что лето в Якутии жаркое и сухое Годовые перепады температур достигают 100 градусов, зимой морозы за 60, а в июле жара под 40 Трудно людям ничего не скажешь Но под незакатным солнцем успевают созреть злаки И даже овощами некоторые районы обеспечивают себя сами Кстати, не только в Южной Якутии, но и на Уймегоне, там, где полюс холода Однако основной заботой якутского крестьянина испокон века была и сейчас остается заготовка кормов для скота Вовсе не олень, как думают многие, а корова, главная кормилица Якута Для того, не зная усталости и торопится за короткое лето скосить траву якутский крестьянин, чтобы потом добрая кормилица вознаградила его за труды Взбитые сливки, керчех, суорот, схожий с украинским варенцом, чуть подсоленные сухие шарики сюмиха, юруме из сушеных пенок со сметаной и земляникой Каких только лакомств не готовят из молока в якутских деревнях По пятилетнему плану в Якутии начато строительство нескольких крупных животноводческих комплексов Механизация придет и на фермы Как и встарь, с наступлением тепла скот перегоняют на летние пастища И сколько радости доставляют эти летники людям, и детям, и взрослым Субтитры создавал DimaTorzok Познакомьтесь с этими людьми Моисей Иванов и Игорь Некрасов Якут и Русский Их специальность — холод Они работают в единственном в нашей стране институте мерзлотоведения Можно смело сказать, что без рекомендации ученых этого института Не начинается ни одна стройка на советском севере Как строить дома на вечной мерзлоте? Льды оттают и дома повалятся, утверждали скептики Ученые предложили ставить дома на сваи, вбитые в лед Смелый расчет оправдал себя Субтитры создавал DimaTorzok И вот несмотря на это обилие воды, кажущейся обилие воды, на наличие множества рек, озер в Якутии, воды здесь не хватает Лето не хватает воды на орошение, а зимой не хватает даже пустевой воды Реки перемерзают, озера перемерзают, и приходится таять лед Это очень большая проблема, и решать ее начали еще в прошлом веке местные умельцы Федор Ширьин в 1828 году начал копать колодец Копал 9 лет Трудно копали, долго, с пожогом, с клиями, с кувалдами Денег не хватало, Академия науки нас помогла Прокопали 116,5 метров Шахта, не колодец, но воду не достали И самое оригинальное, что прошла эта шахта в мерзлых, лесистых грунтах В вечной мерзлоте Мы сейчас уже многое знаем о вечной мерзлоте Мы знаем, что почти вся Сибирь, 80% территории, покрыта скованной вечной мерзлотой Мы знаем, что мощность панциря вечной мерзлоты Достигает 1500 метров Вот здесь, под этим фонтаном, проморожено 350 метров горных пород А вот и Нижний мир Тайны которого все больше разгадывает наука Кладовые которого все шире раскрываются В этом карьере добывают голубой кимберлит КОНЕЦ 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 Работу направляет электронный диспетчер Первая в нашей стране информационно-логическая система управления горным транспортом КАРАТ. Тяжеленные белазы взвешиваются на весах, и шофер на электронном табло узнает, на какую фабрику надо отвезти руду. Это сыплются алмазы. Здесь, на фабрике, из кимберлита извлекут все до единого камышки. И потом... Впрочем, об этом лучше расскажут инженер Цветков и секретарь порткома фабрики Богомяков. Вот что писала зарубежная пресса несколько лет назад. Якутские алмазы забегают в совершенно недоступных местах. Ни вверх, ни птицы не могут добраться до кимберлитовых трубок ни зимой, ни летом. Советские алмазы появятся на мировом рынке только в 21 веке. Вот, пожалуйста, вот они сейчас перед нами появились. Чистейший, вот как вот этот, допустим, пристал, это ж ювелирный. Из него можно прекрасно делать бриллианты, но и прекрасно можно делать коронки, армировать дровые, или режущие инструменты готовить. А вы знаете, что за камешек такой непрозрачный? Вот этот камешек. Это настоящий алмаз, ну, технический алмаз. Пригодительный алмаз есть? Да, есть. Вот этот алмаз уже именной. Можно ему дать имя, назвать. По своей крупности и качеству именной. Ну, а какие имена давали? Очень много, Юрий Алексеевич, правда? Да. У нас Сталинградский есть алмаз. Мария Великий Почин. Мария Каненкина. Мария, просто Мария, 106-й раз. Алмаз, который был выставлен в Алмазном фонде Советского Союза. Мария Каненкина. Да. Подстойте. Пожалуйста, товарищи, наша Мария Марковна Каненкина. В честь пятидесятилетия Якутской СССР у нас был найден хороший алмаз. Кристалл это, чуть побольше вот этого, 42 карака. Назвали его 50 лет ЯСССР. А геологи-разведчики. А геологи-разведчики. Ведут новый поиск. Вот так, еще лет 20 назад, ходили с лотками в глухой тайге первооткрыватели якутских алмазов. Лариса Попугаева, Григорий Файнштейн, Юрий Хабардин, их товарищи. Владимир Щукин, открывший трубку «Удачная», в числе других первопроходцев был удостоен Ленинской премии. Ну, 1955 год, это вообще был год наших открытий. Между открытием трубки «Мир» и трубки «Удачная» разница всего. Всего составляет три дня. Фабардин открыл 13 июня, а «Удачная» открыл 15 июня. Я к этому готовил пять лет. Пять лет уже работал. А сам архитектуре очень быстро и, как говорится, просто. Так, с годами утрачивается такая, ну, может быть, острота впечатлений, так? Но и тогда мне казалось, и сейчас мне кажется, что это название «Удачная» было дно этого месторождения потомства. Нам очень просто не досталось, так? Это буквально, ну, я бы сказал, за один, за два часа открыли все это дело, так? Другие трубки, они готовились с большим трудом и держали месторождение, так? И с большей затратой силы, энергии. Сейчас, но у Хабардина, он сам участвовал в открытии этого района всего, так? Он был в составе съемочной праздники. Благодаря его, так сказать, трудолюбию, так? Искусству поиска. Таким удалось найти такое крупное месторождение, как трубка вверх. Вот и сейчас, мы видим, уже осень на исходе. Значит, люди возвращаются из торги. Правда, этот год нельзя назвать особенно успешным, так? Месторождение не принято. Но я надеюсь, что в ближайшее время те же наши самые геологи, в которых побывали вы, так? Они принесут нам интересные данные, так? Помогут открыть новые месторождения. Возможно, даже уже у кого-то из них в рюкзаке или в записной книжке оно уже и есть. Из большого котла черпай, не вычерпаешь. Это сказано о подземных кладовых Якутии. Железная руда и уголь, олова и вольфран, слюда и сюрьма. А золото? Современная техника, предоставляемая государством нынешним старателям, в корне преобразила старинный промысел. Надежда откопать свою золотую жилу вела сюда в начале века сотни одержимых одиночек. В 20-е годы вся страна помогала становлению золотой промышленности Якутии. Олдан, первенец индустриальной Якутии. В 1973 году он отмечает свой полувековой юбилей. И хотя сегодня республику чаще называют алмазной, она продолжает оставаться и золотой кладовой России. Сколько уже найдено месторождений, А сколько их еще сулят геологические прогнозы? Совсем недавно, будто в подарок людям, Нижний мир открыл колоссальные топливные ресурсы для развития новых промышленных районов. Пройдут годы, и вслед за геологами придут сюда строители. Станут новые города, на месте бывших топи и тайги. Главной хозяйственной дорогой республики стала Великая Лена. У нас в Якутии Лена называет «тружинка». И это действительно труженица в том, что плана. Что это, пожалуй, единственная транспортная магистраль, которая переводит все народно-хозяйственные грузы на Якутии. Мы вводим генеральные грузы. Что мы переводим, если образно так выразится, вводим от швейной иголки до уникального оборудования для Великой ГЭС, для фабрики номер 3 Алмазов, для переработки Алмазов. Вот в Верховье, она мелководная. И нужно иметь очень высокое водоводительство и мастерство, чтобы через узкий проход мелководный такой фарватер, что ли, провести, караваны, судов, с большой лимбоподземностью лугогрудной теплохода или танка. Среднее течение, она каменистая. Любое отклонение в сторону грозит случайным происшествия в виде аварии. В Внизовьях она огромная, широкая, много протоков, несудоходных и судоходных. Можно заблудиться, если недостаточно быть опытным и недостаточно быть внимательным судоводителю, вот, к лоске и так далее. А на севере она суровая. Уже выходит на север, когда выходим в море, и там уже мы встречаемся всегда. Дым, холод, куман. Там еще позднее, еще труднее работать на северном. Но в то же время, это и она создает трудящийся большой остров. Это вот здесь у нас, в Якутске, выше, в районе Лёвка. Это большие песчаные пляжи. Это, понимаете, неповторимые ленские столбы. По берегам ее много ягод, много курицы, много зверя. И поэтому к нам с большим удовольствием, с большим желанием егут многочисленные туристы, больше, чем в Волжске и Жигули. За последние годы в результате вот такого бурного развития в целом промышленности в Советском Союзе у нас обновился весь флот. У нас не стало деревянного флота, который были раньше. У нас весь крупнометаллический флот большой, трудоподъемный, автоматизирован. В связи с этим у нас и растут, понимаете, кадры. Мы имеем свои речные училища. У нас как-то создается уже династия наших командных кадров. Вот в прошлом работал на Утлом суденышке, на героических работах капитан из местных кадров, капитан Павч Павчарев, который прославился своим трудом по всей нашей. Мы сегодня с большим почетом, с большим уважением вспоминаем этого капитана, который осваивал в просторе Ленске. Сейчас вот выросли уже новые кадры Багоперева. Вот очень передано приемлемый Багоперева, талантливый, грамотный, культурный инженер-капитан, который сегодня возглавляет один из крупнейших судов нашего бассейна, танкер 5000 тонн губоподъема, который в честь 50-летия Кубской Республики назван танкер в 10 лет лет. Начальник Ленского пароходства Василий Максимович Дубровский рассказал о двух капитанах, учителе и ученике. Как схожи и скоро разнятся их судьбы. Оба с детских лет начали плавать по Лене. Но если Богатырев долгие годы не мог получить образование и стал капитаном лишь с приходом советской власти, то Спиридонов уже в 24 года поднялся на мостик с дипломированным специалистом. Герой социалистического труда, партийный и государственный деятель, инженер, он первым на Лене внедрил на своем судне комплексную автоматику. И он же, подобно своему учителю, мог бы с закрытыми глазами пройти любой Ленской протокой. Великая Лена. Она соединила людей и народы, их исторические судьбы. Многие столетия берега Лены служили тюрьмой для русских и якутов, грузин и татар. Сегодня народы-братья, объединившись, покоряют бурную стихию. Вилюйская ГЭС Первая станция в зоне вечной мерзлоты. За годы строительства она стала школой смелости и технического расчета для нескольких поколений гидростроителей. Мы познакомим вас лишь с двумя строителями. Ветераном Вилюя Иваном Михайловичем Держко и молодым инженером Егором Григорьевым. Я учасник строительства Куйбишевской ГЭС, Сталинградской ГЭС, Кременчурской ГЭС. Тогда кончилась монтажная работа на Кременчурской ГЭС. По команде министра электростанции в то время обученной станции в Кременчуге предложил с бригадой ехать на Вилюйский ГЭС. Я спросил, где это рассказал мне, говорил, что только с бригадой. Я с бригадой в 60-м году ехал на Вилюйский ГЭС. 17 человек. Я вообще коренной житель Якутки, национально. Родился в Ленинском районе в 400 километрах ниже Вилюя. В 69-м году кончил институт по направлению и по просьбе попал на 30-го листыки. Мирным еще в то время было народу ну человек 300-400. Все колостяки, все приезжие, молодые и пожилые. И было одно то, что когда появилась женщина, говорит, смотри, он женщина, говорит, идет. Так это было как-то вроде, ну, что-то необыкновенное. В другом-то, ига, к нам медведи заглядывали. Мороз 50-60 градусов и незаметно человек отморожил в нос или ущетки в морозе. Так специально с дружбюджем смотрели. На это был второй приказ, начальника строительства. Что одно человек никогда не постарайтесь на работу. Какая бы то ни была работа, только двух. Чтобы друг с другом смотрели. Какое-нибудь строительство второго сияжа и улевский геств. Это намечается над 78-м году. Но после этого по Сибири вообще и новоцид, колумбский геств строится, и возможно будут и другие геств строиться. и перебраться на большие приезды. у меня планы планы. Я сейчас имею 52 года. Вторую очередь надеюсь построить. А сын сейчас работает на колумбской геств. Он тоже сварчик, работал здесь. После армии захотел ехать еще дальше. Поморозить нос. Ехал на колумбскую геств. Сейчас пишет письма мне папа, приезжай до меня. Мы горьковские студенты гидротекции. Наша будущая специальность это строительство геств в условиях вечной мерзлоты. Сейчас по всей Сибири здесь проектировано строительство очень крупных геств, таких как Нижнеленская и Колымская геств. И те знания, ту практику, которую мы получили на строительстве велию геств строя очень нам поможут. Молодые изучают опыт старших, молодые ищут новые пути. Каждая дорога имеет свою славу, говорит пословица. История алмазной столицы города Мирного, которую рассказывают старожилы, звучит как повесть о величии человеческого духа. Но для архитекторов, проектирующих новый алмазный город, это еще и трезвый практический урок, из которого надо извлечь все ценное и не повторить ошибок. Прибыли мы на аэродром, полевой аэродром 13 февраля 1957 года. У наших здесь людей было 18 человек, бригада, которая строила первые палатки. Вот одну из таких палаток, ну, третью палатку. Заселили 7 мая. И только палаток кончается. Сейчас, назвавшись, не строится уже больше палатки, а не сносится. В 1958 году появились уже первые домики. Первые 4 домика, которые были срублены двухквартирными. Мы, вот как прибывшие в числе первые, значит, получили комнату. Это были двухквартирные домики под трехкомнатного типа. Каждый из этих комнат заселил в Сирилове семья. Демографы и социологи дали обоснование, которое четко показывает, что нормативные 9 метров на человека недостаточно для Севера, опять же, исходя из суровых условий жизни на Севере. Основным-то является то, что 12 метров, которые превратятся в норму на одного человека в жилом комплексе удачного. Я прибыла в Мирный 15 апреля 1957 года. Привезла с собой 6-летнюю дочь. Конечно, условия были такие, что оставить ребенка было негде. Приходилось днем, она была с рабочими на работе, с плотниками, с шахерами, детских садов. В Десли, конечно, в то время ничего не было, даже мистик не было. Мы жили одной семьей. А скажите, какие бытовые условия были? Вот, скажем, кухня, там, вода как доставалась? Да какая вода, какие бытовые условия? Жили мы в палатке две семьи. Ну, по весне лед таяли, снег таяли, это была вода у нас. А лето, когда пришло, где какая ямка, оттуда воду брали, кипятили. Старались не болеть, не болели, ничему не присматривали. Дети не болели? Дети не болели, наоборот, крепкими, здоровыми были. Закалялись. Носили на комарнике, потому что было сильно много комаров. Города на севере должны строиться с учетом климатического особенностей, с учетом определенных гигиемических параметров чехолистского состояния людей, которые живут и работают в этом крае. Вот, например, удачный институт для Кудни-Права у нас был разработан проект такого живого комплекса на 15 тысяч жителей. Это недалеко от полярного круга. Прямо перед нами была тайга. Здесь явился просекот, на которой работали ленинградские рабочие. В честь этого и назвали ее ленинградской улицей. Сейчас это центр нашего города. Весь комплекс соединен перед одними галереями утепленными. Температура там плюс 5 градусов. Допустим, при минус 50 градусов на улице могу пройти, живя в этом доме, вот так, по первому этажу попасть в галерею, отдать ребенку в детский сад, потом закусить в капителе и ждать автобус на работу. И все автобусы поехали на работу. Вот это угорода пока нет имени, но сам он уже растет. Редактор субтитров Безусловно, первое время, да и долго после этого, еще всех людей знали в лицо, со всеми встречались, со всеми вели задушевные беседы, так сказать. Все знали по имени и отчеству, а вот уж в последнее время, начиная с 70-е годы, возвращаясь назад иногда с отпусков, иногда у нас командировок, едешь в мирный самолет, 100 человек в самолет, а если хорошо, если знаешь одного только человека в лицо. Вот такой бурный рост численности нашего населения. В 70-е годы говорят, что у нас уже около 26 тысяч человек в населении. Проживших здесь сколько лет, конечно, как можно расстаться, когда все кажется здесь родное, где не идешь, чувствуешь, что заложена частица твоего труда. Здесь прожиты самые лучшие воды, и расставаться с Епутей, я даже не представляю, как можно расстаться, потому как можно жить без мороза, несмотря на то, что я с юга. Бывшие южане или коренные жители тундры, они предпочитают теперь жить на севере, прочно и комфортабельно. Не правда ли, обычная для нашей страны картина? Что особенного? Не торопитесь с выводами. Помните, как дети улетали в школу на Большую Землю? В этом поселке, на Нижней Калыме, тоже на краю света, дети остаются дома. Улетают на работу в тундру их отцы. Они летят к коленям стадам или на охоту. Вдумайтесь теперь. Много столетий люди кочевали по тундре и не знали своего дома. Сколько социальных, культурных и психологических изменений несут для них эти простые понятия. Дом, поселок, семья, родина. Мне птица, которая не помнила в родном месте. И каждым из нас мила своя родная земля, какая бы то она ни была. Вот она, якутская старина. Соха и барана. К нему я свидетель историй труда. Такой сохой я тоже пахал. Ее теме даже посвятил один из первых своих рассказов, который назвал «Горе саха». А мне хочется сохранить ее и оставить даже на перестал. Это рассказывает народный писатель Якутии Сивцев Суворун Омало. А тут еще же мала. Бывало и я народ. А это что? Обломок в шкатулке для шитья. Но в ней, видать, мастер вложил свою любовь в свою мысль. Прав был Велик Николаевич Толстой, когда писал, что орнамент от якутских до греческих поступан у всех и вызывает одинаковое чувство любования у всех. На моем стаду лежат предметы, вобравшие образ моего рода Мои Горица. Киндель Ви – символ богатства его предмета. Но самое простое, универсальное орудие труда, создавшее лучшие образцы патрианика и церкви – кусочек железа, в том консулантом язычком, в музыкальном инструменте хамоса, вранитель сокровенных вымельчаемых якутов, в воду полного мира, поэзии, музыки, сверки. Время якутия стремился и верил в торжество красоты, добра и счастья. Это вековешно, когда народу сбылась в корпус победы в Великой Октябрьской революции и с торжеством людей лет. В юбилейный год образования Советского Союза Якутия отметила и свое славное 50-летие. На знамени республики – символы исторической судьбы Якута, как и любого гражданина страны Советов. Ленин. Революция. Дружба народов. Ленин. Революция. Дружба народов. Ленин. Революция. Дружба народов. Ленин. Революция. Дружба народов. Субтитры создавал DimaTorzok